Приветствую вас. На мой взгляд, ситуация заключается в том, что вы отдались чувствам достаточно быстро, вы отдались эмоциям достаточно быстро, и, так сказать, не выдержали необходимое время, которое нужно для серьёзного человека, чтобы понять, что это вы, что вы готовы, что вы действительно способны и так далее. Вначале вы ей нравились, но нужно понимать правильно, что симпатия – это не любовь, и в любви вам никто не признавался. В какой-то момент, когда вы, возможно, переспали уже, девушка поняла, что вы переспали на первом свидании, и, как бы, ну, в общем-то, это здорово, это круто, но серьёзности это не добавляет вам, и да и ей, в принципе, тоже. А если девушка не считается серьёзным мужчиной рядом с собой, то она с ней быть не может, тем более девушка взрослая, достаточно зрелая, да, ей 30 лет, как бы. В этом контексте вы вели себя довольно настойчиво, то есть вы пытались восстановить отношения, хотя она вам сказала, как есть. Я, конечно, не знаю, как именно вы себя вели и что делали, конкретно, что делали. Но могу сказать, однозначно могу сказать, что вам нужно было побольше времени находиться у неё в друзьях. Она, вероятно, чувствовала давление ваше на неё в том контексте, чтобы вы были в отношениях. Она к отношениям элементарно не готова была, возможно, потому что она рассталась с парнем, вот, и для 30-летнего человека подобное расставание всё-таки, ну, играет, как бы. Какую-то роль, довольно серьёзную роль, вот, а вы поспешите. Интерес к вам у неё, возможно, был, но вы здесь выдали желаемое, действительно, вот. И, в общем-то, подумали, что у неё к вам любовь. Ну, любви она вам не признавалась. Вот. Значит, в каких чувствах признались вы, тоже непонятно, тем более под алкоголем. Ошибка эта, нет. Это не ошибка, это говорит о том, что вы, вот, такой довольно порывистый человек. А ей порывистый человек не нужен. Ей нужен более стабильный. И после того, как вы себя так проявили, на первом свидании секс, там, и так далее, потом вино и, соответственно, признание в чувствах. А девушка поняла, что вы таким же успехом можете на кого-нибудь другого обратить внимание. Вот. Ей не доказать, что вы не обратили бы ни на кого внимания больше. Ей не доказать, потому что она взрослый человек и не хочет сошибаться. Потому что ей нужен надёжный мужчина рядом с собой. А вас, как надёжного, она не видит. Понимаете? И... Дело здесь не в том, что делать дальше, и не в том, как вы поступили, а дело здесь в том, что девушка не принимает вас таким, какой вы есть. Она не принимает ваши чувства. А это значит, что она изначально бы их не принимала. Возможно, она вас вот понимала изначально просто как провести время. Ну да, рассчитывала на что-то серьёзно, потому что поддалась эмоциям. Женщины часто поддают эмоции. А потом себя отдёрнула и сказала, ну, ты что, как бы, ну, с кем ты вообще, ради кого ты хочешь уволиться. Мало времени прошло. Понимаете? Вот. Мало времени вы вместо этого. Вы слишком быстро, слишком торопились. И здесь ничего делать не надо, здесь выводы нужно делать. Если выбрали женщину постарше, то ведите себя с ней соответствующе. постепенно, как бы, маринуйте её, приготавливайте её. Как бы, вырабатывайте у неё отношения к вам серьёзно. Образ. 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 Видимо, ведь в начале, в начале, все было хорошо. В начале, когда между вами, ну, когда между вами было расстояние только. Все было ведь здорово. Правильно? Правильно. А, как только вы начали говорить о чувствах, надо всё. Но девушка, она так или иначе почувствовала бы, что у вас к ней есть чувства. Вы бы не смогли их долго скрывать. Понимаете? И всё. То есть эти отношения изначально были обречены. И сейчас делать ничего вам не нужно. Абсолютно. Всё, что вам нужно сейчас, это оставить её в покое. Жить своей жизнью. Делать выводы. Вот. И, соответственно, может быть, потом она с чёрного списка вас вытащит. Вы с ней много будете общаться. Когда вы уже будете более спокойным, по её мнению. И так далее. И, соответственно, будете для неё более привлекательны. Что-то не приехали к ней. Это правильно. Ну а, только касается вопросов, то... Вопросов, то вы как таковых не задаёте. Только один. Почему так происходит? Ну, почему так? Ну, это так бывает в жизни. Что люди друг другу не подходят. И всё. И делать здесь ничего не нужно. Потому что вы не хотите её терять. И очень больно. Это ваша проблема. Вы её не любите. Если вам больно её терять. Ну, то с вами она не счастлива. В самом деле. Вы не хотите её... Вы не хотите быть с ней. Хотите её спасать. Она почувствовала, что вы хотите её спасать. Вот. Она почувствовала, что вы хотите ей владеть. Она почувствовала, что вы хотите, как бы, ну, чтобы она была с тобой рядом. Привязать её к себе. А... Девушке это не очень нравится. Вот. Это не гротство и любовь, потому что у вас... Это вам больно, потому что вы не хотите её терять. А подумайте, почему вы не хотите её терять? Что она вам даёт? Что она вам давала? Как он себя с ней чувствовал? Вы говорите, значит, значит, нашёл своего человека, да? Вот я только встретил своего человека, с которым у меня слишком много общего. А у неё нет. Почему вы ориентируетесь только на свои желания, на свои потребности? А она кого встретила? А её выбор почему вы не уважаете, если вы взрослый? Ну, сказала она вам, что хочет быть друзьями, что вы можете быть друзьями, но и общались бы как друзья. Показали бы ей, что готовы принять её позицию. А вы с этого не сделали. Понимаете? И здесь дело не в вине и не в сексе, хотя секс играет свою роль. А именно в отношении. Пока вы будете говорить, что я встретил своего человека, от которого у меня много общего, я хочу быть с ним, ничего не получится. Когда вы будете говорить, я хочу сделать этого человека счастливым, и я сделаю всё для этого. И мне не важно, где он, со мной или без меня. И мне не важно, что он даст мне взамен. И мне не важно, что я получу, мне ничего не нужно. Тогда будет дело. Тогда будет прогресс. Тогда и девушка будет. А вот что вам для этого нужно, это уже другой вопрос. Первое нужно разобраться с тем, что вам давала именно эта женщина. Что вы с ней получали и что вы чувствовали с ней. И тогда всё будет понятно. Вот. Не совсем я понимаю, зачем вы прислали диалог с подругой её. То есть диалог там никакой информативной нагрузки и смысловой в себе не несёт. Непонятно. Ну вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...